МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в программе. Вода, кругом вода. В Чебоксарах проходит конференция водоканалов России. И еще раз о санкциях. Последствия эмбарго обсудили на первом заседании оперативного штаба. До того, как прозвенит звонок. Зачем глава города сменил рабочий кабинет на школьные классы? Возможные последствия продовольственного эмбарго обсуждали сегодня на первом заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка, которое провел премьер-министр Чуваший Иван Моторин. О том, как защитить рынок от запрещенной продукции, не допустить дефицита продуктов, в нашем первом репортаже. Введение санкций для всех сторон не останется без последствий. Слишком много узлов завязано на импорте и экспорте. И слишком мало времени прошло, чтобы отечественные производители успели перестроиться. Так что от шапкозакидательских порывов лучше воздержаться. Но и в панику впадать нет повода. Сегодня торговые точки федеральных и локальных сетей и рынки регулярно проверяются на предмет повышения цен и наличия товаров. Речь идет о 40 позициях и списка социально значимых. В августе достаточно стабильно, вне зависимости от введенных санкций, мы достаточно стабильно себя чувствуем. Я в плане роста цен не замечательно продовольствия товаров. У нас наоборот дефляция сегодня происходит снижение цен. На всю практически плодовощную продукцию, у нас на всю плодовощную продукцию в августе месяц зафиксировано снижение цен. Ну, традиционное снижение. Кроме того, стабильные цены остались также на такие продукты питания, как молоко, масло сливочное, сметанное, колбаса вареная, полукопченая, хлебулочные изделия, сахар, чай и так далее. Ну, вместе с тем произошло увеличение цены на говядину и хлеб из ржаной муки и смесь ржаной пшеничной муки. А также на куры охлажденные мороженые, рыбу мороженую, творог жирный. По словам представителей торговых сетей, сейчас идет перераспределение потоков. Импортные фрукты и овощи замещаются товарами из стран бывшего СНГ, Турции и Египта. Председатель правительства поручил держать этот вопрос на контроле, чтобы, когда пик продажи местной сельхозпродукции спадет, мы бы не остались, например, без мандаринов на Новый год. Параллельно вскрылась еще одна проблема уже по линии общепита. Во многих ресторанах та же рыба, она присутствует на Овежской. Она там в замороженном виде, что рыба продается. Мне все оказалось, что все-таки они по охлажденному ее должны использовать. А охлажденка, наверное, уже должна все-таки исчезнуть. Что касается требований, предъявляемых по линии продовольственной безопасности, сельхозтоваропроизводители Чувашии в состоянии удовлетворить потребности населения во всех продуктах, за исключением говядины. По продовольственной безопасности у нас по этому году мы должны произвести 500 тысяч тонн зерновых. В принципе, она задача выполнимая. Кроме этого, значит, по производству овощей 140 тысяч тонн, она тоже, в принципе, выполнена. По картуфелю здесь у нас, конечно, идет перевыполнение. 633 тысячи тонн, что мы наметили по этому году. Но по молоку на потребление на душу населения мы, значит, производим на одного, скажем, жителя Республики Парыка, 340 литров молока. Но при норме 330 здесь по основным видам продукции, по сельскохозяйственным мы, конечно, закрываем. У таможни свои задачи. Уже были попытки так называемого реэкспорта, когда продукция из стран приверженец санкций, ввозится в нейтральную страну, а оттуда в Россию. Кроме того, необходимо строго отслеживать товары замещения. Например, под видом ввоза мяса барана или мяса лошадей могут пытаться ввести включенные в перечень мясо крупного рогатого скота или свинину. Либо под видом маргарина, мороженого или воды будут пытаться ввести молоко или молочную продукцию. Председатель правительства поручил членам оперативного штаба организовать работу по максимальному обеспечению всех бюджетных учреждений Республики плодовощной продукцией, а также по ее долгосрочному хранению. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Вода – источник жизни. Обсудить развитие коммунальной инфраструктуры водоснабжения регионов России ведущие специалисты собрались в Чебоксарах на ежегодной конференции водоканалов России. Мероприятие традиционно проходит в городах, которые продемонстрировали определенные достижения в развитии отрасли. Участниками стали около 300 человек из России и Европы. Часть из них в первый день работы форума посетила сооружение Чебоксарского водоканала. А честная водопроводная станция «Заовражная» водоканала обеспечивает бесперебойную подачу качественной воды во всей столице Чувашии. Обеззараживает ее в автоматизированных системах гипохлоритом натрия, который является чистым и малотоксичным веществом. А значит, вся вода из крана пригодна для питья. У вас есть прекрасная возможность получить воду в полном объеме из одного источника. Река Волга-Матушка – это большое благо. К сожалению, у нас такой возможности нет. Наша Москва-река не столь большой водный источник. Мы поднимаем артезианскую воду. Нам необходимо добиваться смешением качества по Санпину. Но, в принципе, технологии те же. Чистая вода попадает к жителям. Остаток после фильтрации возвращается обратно в Волгу. Чтобы избежать сильного загрязнения реки, на территории водоканала строится оружение по обработке осадков. Состоит комплекс из нескольких механических приспособлений. Грязная вода, которая остается после фильтрации, она подается сюда. Чтобы не сбрасывать ее обратно в реку, или в Волгу, или в канализацию, можно эту грязную воду обезводить. И вот с помощью механических приспособлений, ленточных фильпрессов, проходит этот процесс. И фильтрат, который после этого остается, он опускается, отправляется в голову очистных сооружений обратно. Образовавшаяся масса сырая, влажностью 80%, как обычно, сырая земля. Она вывозится уже на рекультивации земель, на полигон ТБО и так далее. Чтобы очищенная вода дошла до потребителя, необходимо внимательно следить за системами коммуникаций. Процент изношенности городского трубопровода высок – более 50%. Для эффективного ремонта городское предприятие использует новейшие технологии. С помощью этого маленького робота можно выяснить, где появился скос, угол излома и каков размер трещины. А затем заняться точечным ремонтом без дополнительных затрат. Ко всему прочему, необходимо использовать качественные детали. Так, местный водоканал применяет в работе водозапорную арматурой австрийской компании для регулирования потока в трубопроводе. Ее срок службы – не менее 50 лет без какого-либо ремонта. Основное достоинство, конечно, современной арматуры в том, что ее можно ставить без колодца. То есть просто в грунт зарыть, маленький лючок, и снаружи можно ею управлять, открыть, закрыть. Потому что любой колодец – это, во-первых, огромные затраты, это порядка под ключ, он стоит 40-50 тысяч рублей. Если вы посчитаете, сколько в городе этих колодцев, а еще посчитаете, сколько в год водоканалы тратят на их ремонт, чистку, аварийные всякие ситуации, конечно, это вещь ненужная, и от этого надо избавляться. А это последний этап путешествия воды по трубам. Водопроводная станция производительностью 1800 кубических метров в час. Она начала действовать два года назад для водоснабжения микрорайона Садовый. Пока в полную мощность здесь работают 1-2 насоса. Они обеспечивают 15 многоквартирных домов. В перспективе использоваться будут все 10 насосов, которые доставят благо цивилизации 100 тысячам жителей. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Совсем скоро дети пойдут в школу. Пока же по школам ходят взрослые. Сегодня глава столицы Чувашии и представители управления образования лично проверили, как в учебных заведениях подготовились к 1 сентября. Верится слабо, но уже через 6 дней разрушенный вход школы номер 3 превратится в красивое школьное крыльцо. Это пообещали строители. Говорят, закончили бы намного раньше, но вскрылись непредвиденные обстоятельства. Когда вскрыли крышу, оказалось, что вся крыша гнилая полностью. В смете заложена была замена частичной обрешетки 20 квадратов и полностью накрыть профнастил по новой. Потом поднялся вопрос, что так оставлять нельзя. Потом составлялась новая смета, техзадание, рассчитывалась эта конструкция полностью. Неделю назад нам утвердили все. Мы начали работать. 1 сентября закончим. 1 сентября закончим. Закончим. Сегодня крышу закроем. Крышу может и закроют, а вот другие пробелы в подготовке здания устранить так быстро не получится. Чтобы высказать свое мнение, Леонид Черкесов, директор школы и представитель управления образования, отозвал в сторону на пару ласковых. Однако, признал, школа старая, проблем действительно накопилось много. Школу требует внимания. Надо вкладывать средства. Работы, которые были запланированы, они не закончены. Подрядчики говорят, что закончим 1 сентября. Два дня еще говорят, но всегда это сколько-то не хватает. Хотя 15 августа все они должны бы, работы были завершены. Средства из городской казны учебным заведением выделяют в срок. Однако школа номер 3 не единственная, где не успели к проверке. В 2013 году Чебоксарская гимназия номер 2 отметила полувековой юбилей. Все это время у школы не было своей спортивной площадки. Вот в этом году ее должны были сделать. Однако пока на месте ограждения будущей площадки только дыры в асфальте. Ждали пять десятков лет, подождут еще немного. Вероятно, решили подрядчики и пообещали, в сентябре все будет готово. Конечно, плохое бросается в глаза сразу, но и положительные изменения в гимназии тоже есть. В второй гимназии большой объем работ проведен. Внутри вот эти впреди в площадка сделаны, столовый порядок приведен. Много они средств вложили инженерные сети и трубы холодного горячего водоснабжения поменяли. Кроме того, здесь обновили вход. В целом, к приему детей учебное заведение готово. В школе имени Андреяна Николаева успели закончить практически все работы, какие планировали. Главной проблемой была старая крыша. В этом году нам было выделено на общестроительные работы для школы миллион. Во время конкурса, значит, фирма, которая выиграла, это СУ-11, они сбросили определенные суммы, и у нас осталось 789 тысяч. На эти деньги у нас была заменена верхняя разводка на чердаке, потому что это очень важный момент. В отличие, может быть, от вновь построенной школы, у нас тепло идет с чердака вниз. И получалось так, что третий этаж у нас – это Африка, второй этаж – это умеренный климат, а вот первый этаж, где в основном учатся начальные классы, было очень холодно. Сейчас вычитать, умножать и вообще делать все, чему учат в школе, детям будет тепло и комфортно. Кроме того, здесь отремонтировали туалеты и главный фасад здания. Кстати, работы будут продолжаться и во время учебного года в рамках программы «Доступная среда». В школе есть ученики, которые занимаются дистанционно, и когда они приходят в школу на мероприятие или консультации, для них должны быть созданы подходящие условия. Так или иначе, до Дня знаний осталось меньше недели. Нерадивые подрядчики, которые сорвали сроки по неуважительным причинам, поплатятся рублем, отметил глава города. Готовятся к новому учебному году и вузы Чуваши. В этом году открыто почти 11 тысяч в бюджетных мест. Сейчас в высшее учебное заведение подано 16,5 тысяч заявлений. Конкурс – почти 5 человек на место. Самый большой конкурс в Чебоксарском политехническом институте в филиале «МАМИ» – 6 человек на одно место. В педагогическом университете в среднем 5,5 человек. В ЧГУ – 5. В госуниверситете на филологическом факультете открыты 16 бюджетных мест по профилю чувашский язык, литература и зарубежная филология. А вот в Сельхозакадемии количество бюджетных мест из года в год сокращается. В этом году их стало меньше почти на 60. Но даже и те, что остались, не заполнены. По итогам вступительной кампании особой популярностью у абитуриентов пользуются технические, строительные и медицинские специальности, а также психология, экономика и юриспруденция. В республике действует программа в соответствии с указом главы республики по поддержке талантливых детей, которая проявляет интерес по физике, математике и выбирает инженерно-технические специальности. Если в прошлом году в республике остались 78 студентов, которые набрали 70 и более баллов по математике и физике и получали ежемесячно 2000 рублей стипендию, то в этом году наша доля выпускников в связи с результатами ЕГЭ уменьшилась в 4 раза. Но, соответственно, 16 человек сегодня остались в республике, и в основном они в университете и выбрали электротехнические и технические специальности. В техникумы и колледжи подали заявление более 3000 абитуриентов. Среди СУЗов большой популярностью пользуются Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. 6 человек на место. В Чебоксарском электромеханическом колледже 3,5. Кроме того, в учебное заведение Чувашии подали заявление и выпускники школы Украины, вынужденно покинувшие родину. На сегодняшний день зачислено 6 граждан Украины, из них в ВУЗы 2 человека, в техникуме и колледже 4. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. 15 лет получил беглец из Новочебоксарской колонии Роман Сидоров. 19 мая мужчина самовольно покинул территорию исправительного учреждения. Там он отбывал наказание за убийство и кражу. Через 5 дней преступника поймали в речном порту Новочебоксарска. Одному из правоохранителей он нанес удар деревянной биты. Сейчас суд признал его виновным в совершении побега из места лишения свободы и применения насилия в отношении представителя власти. Но Сидоров своей вины не признал. Часовой исправительной колонии, который, находясь на наблюдательной вышке, в тот момент заметил, как Сидоров преодолевает последнее заградительное ограждение. Никаких мер по пресечению побега не предпринял. В результате чего Сидорову удалось покинуть территорию исправительного учреждения и скрыться в неизвестном направлении. Он был признан виновным в халатности. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, Сидорову с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда, окончательно назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После этого инцидента в Новочебоксарской исправительной колонии прошли служебные проверки. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Пять сотрудников уволили, 12 пошлись предупреждением. В эти выходные в стране пройдет массовый субботник. Его инициатором выступило общественное движение «Зеленая Россия». Второй год подряд к масштабной акции присоединяется и Чувашия. Экологический десант высадится на берегах Волги и доберется до озера Астраханка. Именно здесь организаторы акции планируют провести массовый субботник. В прошлом году на призыв очистить леса от мусора откликнулись 40 добровольцев. В этот раз их будет больше, рассчитывают организаторы. В Министерство природных ресурсов уже поступило 15 заявок. Зарегистрироваться в качестве участника акции возможно по телефону 62 1002 или же на страничке в социальной сети. Добровольцев настраивают на ударный труд. Озеро Астраханка является излюбленным местом многих горожан. Но культура отдыха оставляет желать лучшего. Каждый год отсюда вывозят горы мусора. Мы хотим, чтобы такие памятники привлекали всех в первую очередь своей первозданной чистотой. И периодически наводим там порядок. Это не разовая акция на Астраханке, если честно. Мы в год пару раз там убираемся. Проводим акции разные. К сроссийской акции присоединяются не только Чебоксары, но и другие муниципалитеты Чувашии. В каждом определили территории для проведения субботников. В Министерстве природных ресурсов также призывают экологов провести обучающие уроки с детьми. Рассказать, насколько важно сохранять чистоту окружающей среды и убирать за собой мусор. Поучительный ликбез с подрастающим поколением планируют провести сотрудники лесхозов республики. Они примут участие в другой всероссийской акции. Лесники открывают двери. Районные лесничества проведут экскурсии для школьников и познакомят детей с культурами, которые растут в Чувашии. Ну а в Чебоксарах очищать парки от мусора начали уже сегодня. За дело взялась международная команда волонтеров. Они участвуют в культурно-экологическом проекте «Чебоксары. Чистый город». Проект проводится в городе Чебоксары уже в четвертый раз. В этом году он проходит с 23 по 30 августа. Принимают в нем участие не только неравнодушные горожане, но и волонтеры из других стран. Основная наша цель – это уборка парков города Чебоксары, а также привлечение внимания к проблеме загрязнения города. На самом деле у нас в Чебоксарах довольно много очень грязных мест. Например, одно из них – это ночной массив за ДК трактора строителей. В нашем проекте участвуют иностранные волонтеры. В этом году к нам приехали 4 человека из Австрии, Франции и Италии. Мы хотим привлечь внимание наших чебоксарцев, показать, что у нас иностранцы убираются в нашем городе. Давайте мы тоже все вместе возьмемся за уборку и будем как-то более бережно относиться к нашему городу. Волонтеры убираются в парках нашего города каждый день. В местах отдыха наших горожан мусора скапливается очень много, ведь не все чебоксарцы убирают за собой после посиделок на природе. За несколько часов уборки собираются не менее 30 мешков мусора. Я думаю, это очень важно, здесь мусор, потому что с мусором это некрасивое. Когда без мусора, это очень красивое. В программе проекта не только уборка, но и культурные мероприятия. Посещение музеев и чувашской деревни – вечер интернациональной кухни. А 30 августа волонтеры присоединятся к Всероссийскому субботнику. Ольга Лебедева, Александр Петров, Республика. Сегодня день рождения прославленной спортсменки Чуваши Олимпиады Ивановой. Она серебряный призер летних Олимпийских игр 2004, двукратная чемпионка и экс-рекордсменка мира по спортивной ходьбе. Олимпиада Иванова сейчас занимает пост старшего тренера сборной Чуваши по спортивной ходьбе. Она родилась в Цивильском районе и окончила Чебоксарскую школу высшего спортивного мастерства имени Арделеона Игнатьева, факультет физического воспитания Чувашского госпедуниверситета. Олимпиада Иванова – победительница Игр доброй воли, неоднократная победительница Кубков России и Европы, серебряный призер Кубка мира и Олимпийских игр в Афинах. Олимпиада Владимировна награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. По итогам прошлого года, по проведениям соревнований, по количеству проведений, по выступлениям наших чувашских спортсменов, наш регион занял первое ведущее место в России. Это же здорово. И не зря в этом году проводится спортивный форум 9 октября у нас. Я думаю, после этого форума будет новая волна спортивного движения. И думаю, мы его достойно проведем. Сегодня в Чувашию прибыла делегация из Москвы, которая курирует подготовку к Международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». В течение дня гости знакомились со спортивной и транспортной инфраструктурой, изучали и другие вопросы, которые касаются подготовки к масштабному мероприятию. А завершился день делегации в Доме правительства на совещании у премьер-министра. Подробно о том, что увидели гости и какие выводы сделали, мы расскажем завтра в нашей программе. Чебоксары растут не только вшире, но и ввысь. Наша съемочная группа побывала на торжественном заселении жильцов в первый 16-этажный кирпичный дом нового микрорайона города. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Чистый воздух, лесопарковая зона в километре ходьбы и крупный торговый центр поблизости. Вот малая часть бонусов, которые получили обладатели новых квартир в кирпичном доме по проспекту трактора строителей. Однако решающим фактором выбора в пользу этого дома, по словам счастливых обладателей собственности, стал застройщик, которому доверяют. Мы 4 года искали себе жилье. Наконец-то вот наша мечта сбылась. Когда мы узнали, что позиция 19 именно застройщик является Чуваш-Агроинвесторой, у нас сомнения сразу отпали. Мы выбрали этого застройщика, заключили договор и у нас все получилось. Вот мечта наша сбылась. Теперь будем осваивать, делать ремонт и переезжать в скором времени. Когда начал дом строиться, я думаю, хотел взять в этом доме квартиру, купить. Вот наша мечта осуществилась. Всем большое спасибо, всем строителям. Мы в восторге от нашей квартиры. В первую очередь мне понравилась там планировка. То есть не квадратный зал, как вот раньше строили, полукруглый. Я давно мечтала о такой планировке. Ну и, конечно же, очень довольна, что сдали дом раньше срока. Спасибо огромное строительной компании и всем, кто участвовал в этом. Качественное жилье по разумным ценам. За 20 лет работы строительная организация заслужила репутацию надежного застройщика, который не обманывает ожидания клиентов и тесно сотрудничает с городскими властями. Уважение к своему и чужому труду. Первостепенные условия для достижения поставленных целей. Дядица генеральный директор компании. В строительстве этого жилого дома принимали участие очень большое количество строителей разных профессий. Их более 20. Они построили, завершили все строительные работы, работая и днем, и ночью, и выходные дни. Особенно в последнее время. Спасибо вам, дорогие строители, за то, что вы сегодня представляете свою продукцию жителям, будущим жильцам этого дома. Спасибо вам. Чуваша Агроинвест Рой участвует в программе строительства социального жилья. Клиентам компании доступны различные формы ипотечного кредитования, в том числе и по программе «Молодая семья». Те жители республики, кто стал от городской суеты, могут воспользоваться особым предложением. В поселке Белая усадьба, что находится в 20 минутах от города, еще остались готовые коттеджи. Именно на них сейчас действует акция «Жаркое лето, жаркие цены». Узнать подробности об этом или других предложениях можно по телефону офиса продаж. 419926. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.